Здравствуйте! В эфире программа Волжская коммуналка. Я Данила Драпеза. Поздравляю вас с долгожданным приходом календарной зимы на дворе 1 декабря. С другой стороны, от чисел даты дней недели зима климатическая не очень-то и зависит. Бороться с ударами стихии региональные коммунальщики начали еще месяц назад, когда сезонные коммунальные проблемы решили неожиданно застигнуть их врасплох. Но вроде обошлось. Город был вовремя убран. А что в это же самое время творилось в Самарских дворах? Об этом, а также о том, что делать, если ваш дом, объект культурного наследия, выглядит хуже любого аварийного, хотя таковым не является. Расскажем сегодня. Понятное дело, что всего лишь в одном сюжете рассказать о всех тяготах и переживаниях жителей проблемных домов и дворов невозможно. Один из таких объектов, дом номер 20, расположенный по улице Некрасовская, уже привлекал наше внимание своим разрушенным фасадом. Как оказалось, за фасадом крылись еще большие беды, гнилые водопроводные и электрические коммуникации, провисшие потолки и прогнившие от воды стены. Как дом дожил до такого состояния, в прошлый раз нам популярно пояснили его жители. Теперь пришел очеред знакомиться с мнением ответственной за него управляющей компанией. Вопросы, ответы и непредсказуемая реакция на каждый из них уже на ваших экранах. Скорее всего, ну вот эти вот электрощитки, я вам сейчас покажу, вот электрощиток, как видите, да? То есть вот эти вот пробки крайние, это были заменены еще за наш счет. Нас ночью мы вызывали аварийку и нам сказали, либо мы сейчас напрямую подключим, либо давайте тысячу рублей за две пробки. То есть вот это сосед сам вывел, то есть посередине вообще старая пробка, которая я не знаю каких времен. И таких посмотрите, загляните и сами убедитесь, эта жительница дома номер 20 по улице Некрасовская может показать десятки над головой гнилые потолки, слева и справа коротящая проводка и едва ли не фонтанирующие трубы. Все это видно невооруженным глазом и на каждую проблему, по словам местных жителей, они уже пытались найти решение в своей управляющей компании. Редакция программы «Волжская коммуналка» решила сразу не верить словам и проверить эту информацию, обратившись за ответом непосредственно в управляющую компанию. Ответ себя ждать не заставил, и уже с комментариями коммунальщиков на руках, «Волжская коммуналка» решила вернуться к местным жителям. Так, вот это что, ремонт системы отопления? В сентябре? В сентябре они вообще у нас тут не были, чтобы что-то ремонтировать по отоплению. Может у кого-то в квартирах? Но речь явно о работах, относящихся ко всему многоквартирному дому, поскольку ремонт, коснувшийся адресно конкретных квартир этого дома, отдельно отмечен в официальном ответе управляющей компании. С подробным указанием вида работ, их стоимости и, собственно, номером квартиры. Получается, что сами жители глобальных перемен, о которых идет речь в документе, отчего-то не заметили. Других ремонтных работ, по поводу которых жители также обращались в свою управляющую компанию и факт которых, последний, подтвержден все в том же документе, они также не увидели. Хотя на этот случай у коммунальщиков есть свой ответ. Им физически не хватает средств на выполнение подобных работ. По очень простой причине, на 1 ноября этого года долг местных жителей по оплате услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, включая коммунальные услуги, уже преодолел отметку в полмиллиона рублей. Цифра не маленькая, но жители проблемного дома считают ее вполне обоснованной и даже факт долга не отрицают. Долг, я вам могу сказать, у меня лично долг 30 тысяч. Я их попросила обратиться в суд, на меня написать заявление в суд, чтобы состоялся суд. У меня за этот год сгорел холодильник, который не 10 тысяч стоит, машинка стиральная за 20 тысяч, водонагреватель, у соседей водонагреватель. Плюс у меня весь гипсокартон пошел волнами, у меня постоянно протекает крыша. То, что я покупаю к себе домой, ремонтирую, мне эти деньги никто не возвращает. На многочисленные вопросы жителей этого дома ответ управляющей компании пока один. Цитата. Для решения вопроса о ремонте неисправных инженерных коммуникаций, фасада здания и других имеющихся неисправностей, собственникам помещения необходимо провести общее собрание с целью определения первоочередных видов работ по текущему ремонту. Тут же сказано, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет МКД из числа собственников помещений. Вот только сами собственники утверждают, что совет дома ими уже давно был избран. Да и определяли они необходимые виды ремонтных работ, оформляя соответствующие документы и заявления неоднократно. Поэтому из сложившейся ситуации, когда и дом с более чем вековой историей, и сами жители оказались заложниками собственных стен, сегодня они видят только один выход. Мы хотим написать общедомовую претензию по поводу, чтобы платить, вы сначала начните что-либо делать. Я не против, вот сейчас у меня придут 150 тысяч заплатить свой долг. Но дело в том, что, а кто мне ущерб возместит? Чтобы и без того большие проблемы этого дома не раздувать до гигантских масштабов, Волжская коммуналка решила оставить местных жителей ТЭТ-АТЭТ с ответом управляющей компании. Сами жители пообещали, как только их буквально застывшие во времени дом коснутся хоть какие-то изменения, они обязательно сообщат, а быть может и снова обратятся за помощью. Волжская коммуналка, в свою очередь, продолжит следить за развитием этой истории. А теперь о тем грустных и воодушевляющем. Все-таки за окном первый зимний месяц, а значит и скорые праздники. Предлагаю поговорить про снег, точнее, снегоуборочные мероприятия. О том, кто и как в масштабах всего города выполняет такие работы, мы уже говорили. Однако тогда за кадром осталась жизнь обычных самарских дворов. Как происходит уборка снега там, кто ее организует, и возможно ли организовать снегоуборочные работы без поддержки со стороны. К примеру, силами всего лишь одного ТСЖ. Сразу отвечаю, возможно. В доказательство. Следующий сюжет. Улица Ставропольская, дом 204. Это и почти все здания в округе находятся под управлением товарищества собственников жилья. Такую форму управления местные жители выбрали еще 8 лет назад, в момент сдачи первого новостроя. И не прогадали. Вокруг тишь, благодать, светодиодные фонари, камеры внешнего и внутреннего наблюдения. Жители довольны. Они всегда знают, куда и в каком объеме направляются средства, которые они ежемесячно оплачивают. А еще каждый из них лично знаком с местными дворниками. Они официально являются сотрудниками местного ТСЖ, четко знают свой фронт работ и работают по строгому расписанию. Это позволяет руководителям местного товарищества и всем жителям оперативно отслеживать недоработки и исправлять их. В том числе и в зимний период, когда благоустроенные улицы ежедневно покрываются толстым слоем снега. Сейчас зима, она пришла как-то неожиданно. Не ожидали мы, что в ноябре месяце в первых числах упадет снег еще такой. Перестроились быстро. Пять часов утра, первый выход. Снег убирается. Как снегопад, снег убирается несколько раз в день. Поскольку дворники находятся в штате местного ТСЖ, их фронт работы ограничен квадратом домов, входящих в его состав. Разыскивать специалиста с лопатой в руках и везти его туда, где снег почему-то не убран, не нужно. Выпадающие осадки убираются постоянно, как на территории проезжей части, так и на детской площадке, которая даже в зимний период по решению собственников должна оставаться для детей доступной средой. То есть наличие дорожек – это обязательное требование у нас на территории, потому что те же бабушки, дедушки днем ходят по всему кругу, пространство большое, и поэтому нам убирать его надо практически постоянно. Первый снег белый, чистый, мы стараемся все-таки его, сэкономив на машинах, оставить его в газонах, а потом, когда идет городская соль, городская грязь, то это уже невозможно в газоны растолкать, и мы вывозим, конечно же, снег. Бюджет ТСЖ складывается из платежей всех собственников жилья. И, понятное дело, ограничен. В связи с этим большую часть работ в этих дворах приходится выполнять вручную. Такие работы и оперативнее, и дешевле, чем уборка снега с помощью специализированной техники. Хотя и без нее не обходится. Однако говорить о том, что судьба и коммунальный покой местных жителей целиком и полностью находятся в их руках, тоже нельзя. Активные и инициативные собственники уже давно заинтересовали районную администрацию, которая, хоть и не погружается в дела ТСЖ с главой, все же помогает ему во время благоустроительных и уборочных работ. Снег и дороги у нас очищаются регулярно, по времени, по необходимости. Все-таки это ТСЖ, и деньги мы свои пытаемся экономить и считать. Поэтому просто так машины с метлой мы не убираем, хотя нам помогает в этом администрация. По периметру большие тротуары прочищаются машиной на колесах с метелкой. Тротуары у нас это позволяет по ним проехаться. Ну а внутри, внутри ручной труд. К уборке снега в этих дворах готовы круглосуточно, в случае чего местные рабочие дворники всегда готовы оперативно отреагировать на жалобы местных жителей. Поскольку местные ТСЖ располагаются в одном из подведомственных ему домов, ходить далеко с заявлениями и обращениями гражданам не приходится. Но и без того приходят, как говорят руководители ТСЖ, редко. Что касается уборки снега, то прервать эту обязательную процедуру местные управленцы и жители за всю зиму будут готовы всего один раз. Во время украшения во дворе новогодние елки, которые на протяжении не одного месяца будут доказывать всем прохожим, что в этом дворе каждый день словно праздник. На этом у меня все. Следите за новостями сферы ЖКХ в эфире и на сайте телерадиокомпании «Губерния». А если вам есть на кого пожаловаться и о чем рассказать, смело звоните к нам в редакцию по телефону, указанному на ваших экранах. Улыбайтесь, не замерзайте. И держитесь, люди! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!